Значит, этот доклад предполагался, что он будет частью семинара, посвященного, в общем, геновским лазерам, и в частности, он раскрывал особенности, значит, генерации высоких гармоник вот в этой теме, но так получилось, что его перенесли на две недели. Значит, начнем с того, что, значит, как вообще можно при помощи механизма генерации высоких гармоник провести, получить региентное рентгеновское излучение. Значит, большое напоминание о том, что такое генерация высоких гармоник. Это ненейный процесс, когда электрон посредством туннельной ионизации отрывается от родительского иона за счет мощного лазерного поля, который направляется в среду. В этом самом мощном лазерном поле он разгоняется до огромных скоростей и после чего ударяется снова в радистский ион, и сзади чего происходит высвобождение в виде фотона большого количества энергии. Так как фотон этот один, а энергия большой, этот фотон может запросто оказаться, ну, скажем, в рентгеновского диапазона. Значит, в ходе такого процесса могут излучаться фотоны с энергией ниже определенной, соответственно, где ИП это энергия потенциала ионизации, а УП это панермоторная энергия. Просто связана с тем, что это максимум энергии, которую электрон может в осциллирующем лазерном поле набрать. Значит, панермоторная энергия, она пропорциональна интенсивности лазерного излучения и квадрату длины волны. То есть, таким образом, если мы хотим получить сверхвыскочастотное лазерное излучение, то для этого нам нужно увеличивать длину волны. Это вполне логично, поскольку мы увеличиваем длину траектории, на которой ускоряется электрон. Проблема заключается при этом подходе в том, что если электрон движется снаружи от родительского иона по длинной траектории, его волновой пакет, волновая функция этого электрона расплывается до размеров много больше, скажем, 500 ангстрем, что превосходит даже расстояние между атомами. И результате чего, когда он возвращается к родительскому иону, он слабо взаимодействует с ним, и вероятность излучения оказывается низкой. Чтобы решить эту проблему, можно увеличивать число излучателей. То есть, повышать давление в газе направляется в лазерное поле, а также длину волновода. Поскольку для рентгеновского диапазона любой газ становится уже достаточно прозрачным. Мы можем увеличить длину этого волновода, и рентгеновское излучение пройдет сквозь него без особого поглощения. Но это также влечет за собой следующие проблемы, поскольку когда мы увеличиваем давление, то появляется вероятность того, что электрон, отделившись от своего атома, рекомбинируется с каким-нибудь другим ионом. И в результате чего излучение будет уже некогерентным. В результате чего возникает, опять же, ограничение на максимальный уровень ионизации в этом газе высокого давления. И ограничение на максимальную ионизацию, это ограничение на интенсивность лазерного излучения. То есть, с одной стороны, все довольно просто с генерацией высоких гармоник, но с другой стороны, надо очень аккуратно подбирать параметры волновода заполненного газом давление, длину импульса, длину волны лазерного излучения. Но тем не менее, одной экспериментальной группе удалось сделать. Вот, все достаточно хорошо сопоставить. Вот здесь показана и схема эксперимента. Значит, лазерное полис с длиной волны 4 микрометра примерно направляется в волновод, который достаточно прочен, чтобы выдерживать давление 80 атмосфер внутри. Здесь происходит линейное взаимодействие, и результат на решетке раскладывается. Вот, и они получают спектр с энергиями вплоть до полутора килоэлектрон-вольт, что соответствует длине волны меньше, чем 8 ангстрем, то есть меньше 1 нанометра. Значит, они получают, соответственно, непрерывный спектр. Вот, кроме того, они исследовали, им очень интересовало, есть ли оптимум при, значит, интенсивности излучения от давления. Соответственно, они рассмотрели интенсивность от давления, получили сначала квадратичное возрастание, что свидетельствует просто о том, что это массив когерентных излучателей, и интенсивность растет как квадратное число излучателей. Вот. Но, тем не менее, оно вышло к некоторому оптимуму, связанному с тем, что все же началась реабсорбция. То есть, это самое интенсивность излучения начало перепоглощаться. Именно и с этим связано было, а не с тем, что электроны сталкивались с другими оптимумами. Они поддерживали очень низкую степень ионизации. У них была ионизация 0,03%. За счет этого, даже несмотря на то, что волновый пакет электронов сплывался очень сильно, он не встречал других ионов на своем пути. Значит, у них интенсивность вазерного излучения тоже была достаточно низкой. Но, возможно, они ее не очень тщательно фокусировали. Значит, здесь показано, почему они выбрали длину волны. 4 микрометра. Один из слоев заключался в том, что они взяли очень высокое давление. Как раз связано с тем, что этот, с повышением длины волны. То есть, вот здесь представлены результаты экспериментов. Значит, для ультрафиолетовой затравочной этого мы получаем, по сути дела, ультрафиолетовой высокие гармоники. Не более чем 11-го порядка. На титанца в первом в лазере можно получить сотый порядок. Дальше, увеличивая длину волны, они смогли получить вот этот суперконтинуум вплоть до пятитысячного порядка. Тем не менее, это излучение, оно оказалось, во-первых, достаточно конгерентным. Они проявили измерение дифракционной картины этого излучения на двух щелях. И хорошо черпованным. За счет чего в перспективе они считают, что смогут его сжать до импульса длиной 2 секунды. А когда на двух щелях они интерференции смотрели, у них вплоть до вот киллоэлектронной вольт, потом длиной волны порядка 1 нанометра дошли, да? То есть, в реальности на высших гармониках. Нет, ну как я понимаю, они просто взяли... А, ну... Длительность наказчика большая, поэтому излучение, которое светит, тоже большое. Нет, у них излучение, по-моему, это... У них фэнтосекундный лазер. Все-се, там, генерация высоких гармоник, она на фэнтосекундных лазерах построена. Ну тогда масштаб какой-то гигерентности, когда они указали. Какая длина, гигерентность выходящего излучения, она зависит от номера гармонии? Я говорю, что у них достаточно хорошая гигерентность. То есть, полная. Вот. Ну, это точно... Ну, это тогда совсем выдающийся эксперимент, если так. А что это за лазеры? Какого лазера есть у балконочки и щелкал? Ну, в смысле лазер на... 3,9 на микро. 3,9? Нет, на то же название они не указали этого лазера. Указали длину волны. По-моему, длину импульса я могу рассказать, если посмотреть статью. Вот. И, наверное, это... Не будет. Вполне можно сжать его. Как отошел с таким лазером, да? Да. Да, вот как отошел такой же лазер. Значит... У него, по-моему, там, что-ли, 70-80, чем секунд. Мне очень нравится. Нет, например, там... Здесь деятельность в порядке. Да. Такое же на памяти осталось. Где-то 70-80, чем секунд. Ну, наверное, если, что называется, это... Титан-сов-1, лазер для него хорошее сжать порядка десятков секунд. Да. Ну, а здесь не считается. Вот, здесь не считается, в первую очередь. Не считается. Значит... Это некоторой... Вот они достигли... Перспектива развития его самой установки. Они используют длину волны порядка нанометров. Вообще говоря, значит, в экспериментах по использованию подобных устройств используется длинный волн порядка десятков нанометров. Например, значит, смотрелся эксперимент по дефракционной коверентной микроскопии. Вот. Нет, они, кстати, на титан-сов-пире. Вот эти... Вот, они как раз использовали... Значит... Инфракрасный лазер. И у них экстремальное ультрафиолетовое излучение. 13 нанометров. Вот. Значит, каким образом можно при помощи вот этого лазера с достаточно низкой, маленькой длиной волны проводить микроскопию этих объектов? Значит... Один из подходов заключается в том, чтобы... Значит, облучить его вот этим самым рентгеновским излучением. Вот. И после чего, после того, как оно дефракционно разойдется до достаточно большого масштаба, просто считать его ПЗС-матрицей. Вот. И за счет дифракционного расхождения здесь уже можно взять достаточно большую матрицу. И аккуратно это считывание сделает. Вот. После чего, значит, мы получим, скажем, вот подобную картинку. И из нее можно будет посредством компьютерного алгоритма извлечь реальную форму реального объекта. Значит, здесь они проводили эксперименты с двумя мишенями. Вот. Вот это результат электронной сканирующей микроскопии. Это сырое изображение на матрице. Это, соответственно, восстановленное изображение. Здесь видена белая линия. Это, соответственно, срез вот этой белой линии, по которому они проводят тест, насколько у них хорошее пространственное разрешение. То есть они измеряют расстояние, на котором у них полностью спадает интенсивность. Вот. Таким образом они получают, что эта методология с 13, вот этот вот установок, этот микроскоп их, может работать с разрешением на крае порядка 22 нанометров. Вот. Соответственно, здесь они смотрят другую мишень. Здесь у них есть маленькие объекты. Вот. Маленький объект имеет размер порядка 48 нанометров. Но это две грани, по сути, друг с другом. Вот. То есть, значит, вот. Таким образом, было продемонстрировано рекордное для настольных установок, поскольку вот этот лазер на генерации высокий гармоник, он, в отличие от лазерных и свободных электронов или серхотронных источников рентгеновского излучения, он достаточно компактный. Они продемонстрировали рекордное пространственное разрешение. Кроме того, значит, при использовании, если они подвигают ПЗС-матрицу ближе к образцу, они могут восстанавливать за счет считывания рассеянного излучения с большей апертурой, они могут восстанавливать и трехмерное изображение за счет анкилографии. Значит, последнее, что надо сказать, заключается в том, что значит, вот это самое, вот это излучение рентгенов, это рентгеновское излучение можно использовать следующим образом. Если у нас есть некоторая периодическая наноструктура, то мы можем осветить ее нашим рентгеновским излучением и получить соответственно эти дифракционные максимумы. оно относительно этой периодической структуры рассеется. Таким образом, поставив в одном из этих дифракционных максимумов приемник, вот, мы получим, что его показания этого приемника будут очень чувствительны к любым механическим сдвигам в этой наноструктуре вплоть до пикометров. Не просто механические, а периодически, чтобы они давали. Но, по большому счету, кажется, периодичность здесь будет даже не столь важна. Любое нарушение этой самой решетки уже приведет к какой-то вариации одного этого самого максимума и это зафиксирует приемник за счет того, что он достаточно острый сам по себе. Вот. И, значит, вот в этой работе рассматривалась следующая задача. Мы рассматривали так называемый периодич, поверхностный фономный кристалл. Это такая структура, значит, одномерная и двумерная. Одномерная это некоторая подложка достаточно толстая. Значит, на самом деле важно, что это некоторая подложка, на которую периодически нанесены железные полосы. После чего, значит, эксперимент заключается в том, что полоски облучаются лазерным излучением, они немножко нагреваются и расширяются. Вот. И вот это возмущение передается в подложку, на счет чего возникают, как там, они называют их псевдоповерхностными акустическими волнами. Вот. И, опять же, излучение рассеянное, дефрагирующее на вот этих вот периодической системе вот этих полосах, фиксируется приемником. И за счет вот этих вот акустических колебаний, разумеется, происходит колебание мощности, получаемой в приемнике. Вот. И, соответственно, они сделали следующую вещь. Они сравнили, получили экспериментальные данные и построили теоретическую модель, которая дает предполагаемую эволюцию вот этого самого сигнала на приемнике и сравнили их. Значит, теоретическая модель, скажу о ней немного, заключается в том, что в этой периодической структуре они выделили одну ячейку, задали на ней периодические граничные условия на границе и нулевые на дне, но высота у нее гораздо больше, чем ширина. Высота у нее 100 микрометров, а это ширина порядка, по-моему, 1 микрометра. Так вот. И после чего решили уравнение на деформацию, нашли собственные моды уравнения на деформацию вот этой ячейки. После чего спроецировали на собственные моды начальное возмущение, связанное с расширением полосок, вот и получили, что у них всего есть два пика по частоте для этих акустических волн. То есть тепловое расширение металлических полосок возбуждает всего две моды. Ну да. Практически. Акустически. Ну да. После чего они аппроксимировали свои результаты спектром ФОНО и восстановили частоты и времена жизни. Вот что, проделали, по сути, обратное форьевреобразование из этой аналитической формулы спектра ФОНО и получили разумеется, вот этот самый сигнал, эволюцию этого сигнала. У них было еще несколько свободных параметров, но они подобрали их так, чтобы из соображения не лучшего соответствия. Вот здесь соответственно изображено экспериментальная и теоретическая эволюция. Видно, что она довольно хорошо совпадает и опять же форьи-анализ экспериментальных данных показывает, что в самом деле возбуждаются только две этих моды. Теоретически вторая гармоника. Почти вторая гармоника. Ну, на самом деле, скажем, когда они рассматривают, ну да, почти вторая гармоника. Значит, точно так же они проводят моделирование для двумерного кристалла, то есть только у них уже ячейка имеет граничные условия больше граничных условий, но в общем-то они точно так же решают для нее это уравнение, находят моды и сравнивают экспериментальные данные теоретически. На самом деле здесь спектр экспериментальный оказался несколько более сложным. Значит, вот эти моды они тоже фиксировали, но отбросили их, поскольку считали существенными, назвали их не поверхностными акустическими модами, а модами массива выраженной поверхностной частью. Но тем не менее, то, что они их отбросили, не помешало получить еще лучшее соответствие. В результатах теории с экстрементом. короткое исключение, что компактный источник когерентного рентгеновского излучения может быть создан с использованием эффекта генерации высоких гармоник, и подобный источник может найти широкое применение в дефокционной когерентной микроскопии и при исследовании наноструктуры. Давайте вопросы. Почему когерентное излучение только при комбинации со своими атомами? Не очень понятно. А чего бы с другими когерентностями было? Особенность когерентности излучения при генерации высоких гармоник возникает за счет того, что эволюция электрона, оторвавшегося от родительского иона, она жестко привязана к фазе лазерного излучения сопровождающего. В результате чего, в общем-то говоря, все электроны, которые оторвались в одной фазе, эволюционируют одинаково. Разумеется, если рекомбинация происходит раньше, чем он возвращается к родительскому иону, это будет означать, что данный электрон излучит уже с какой-то другой фазой. другие ионы, если произошло то же самое для других ионов, то расположение других ионов случайное в отношении к исходности. То есть длина пути, которую электрон прошел перед к рекомбинированной, она будет для разных электронов разной, и они сложатся все правильно. Это стало возможным только недавно, буквально в прошлом году такой источник был создан, и эксперименты этого самого последнего года. На самом деле можно эти эксперименты делать и на лазерно-свободных электронах. Рентгеновские такие лазеры есть. использовать лазерно-свободных электронов, нужен хороший электронный пучок, который создается на ускорителях. Да, лазерно-свободных электронов занимает большую комнату гораздо больше, чем это. А вот этот источник, это просто локальный... Самый хороший лазерно-свободных электронов занимает последний из каких-то метров большого линейного ускорителя. Но это не комната. Но тот лазер уже в жестком рентгене. А вот чтобы получить руль фиолетовый например, можно и поменьше использовать, но все равно он очень большой и в сравнении с тейблтоп вот таким лазером, как здесь генерация высоких гармоний происходит. Поэтому это явно перспективный. Ладно, спасибо. В следующий раз спасибо.